Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИЯ. В 2008 году во многих иностранных СМИ гремела история под заголовком «трехсотого не надо, хватит одного». Речь шла о российском солдате, развернувшем в одиночку целую колонну грузинских военных во время конфликта между Южной Осетией и Грузией. 8 августа 2008 года Тазбалат Ибрашев находился в населенном пункте Шали Чеченской Республики в составе 70-го мотострелкового полка. Командир роты приказал выдвигаться к границе Грузии на помощь миротворческим силам, проведя ночь в ожидании перегруппировавшихся сил Грузии, которая так и не появилась. Рота встала у города горе. Через несколько дней после нашей остановки приехал полковник Штанденко, цитирует Тазбалата аргументы недели. Он приказал вызвать к нему пулеметчика вместе с помощником и стрелка. Я в тот момент был единственным пулеметчиком на блокпосте. Соответственно, выбор пал на меня. Вчетвером мы выдвинулись вперед по дороге, а там встретились с колонной грузинских военных. Полковник не растерялся и сразу пошел с ними разговаривать. Приказав мне стоять и ни при каких обстоятельствах не отступать. Два моих товарища в это время заняли боевые позиции у обочины за валунами. Мне же со стороны колонны стали кричать «пропусти», «уйди с дороги» и еще что-то на грузинском. Я отвечал «не уйду, у меня приказ». Подходили и журналисты, приехавшие, видимо, вместе с грузинами. Они спрашивали, мол, ради чего здесь стоишь? Я отвечал «ради родины, а ради чего еще?». Конечно, я понимал, что меня одного с пулеметом могут убить с первого же выстрела, но не боялся. Думал только о том, что мама не знает, где я нахожусь. Я с ней созванивался за пару дней до этого и говорил, что мы в Чечне. Не хотел ее тревожить перед отъездом в Грузию. Был уверен, что мы ненадолго. К счастью, все обошлось. Через некоторое время колонна развернулась. Когда контракт и Брашева закончился, он отправился домой и даже не подозревал о том, что иностранные журналисты уже выпустили ставший в Бурятии вирусным роликом «трехсот не надо, хватит одного». Удивительная история о том, как российский солдат вынудил отступить военное формирование врага, которое доказывает, что важна не национальность солдата, а его русский дух. А на этом все. Вы были на канале ТОП-Армия. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.